Всех приветствую на своем канале, с вами Лёля и как меня называет Лапка 90, привет тебе, если смотришь меня, любитель поздних видео. В общем, это будет видео, посвященное моим пустым баночкам за август. В этот раз я решила запользовать все, что у меня когда-либо начиналось за год, за прошлый год, возможно, даже. В общем, чтобы слегка освободить свои полки и чуть-чуть их растрясти. То есть какие-то гели, которые я там буквально один раз, два раза поюзала и поставила на полку. Вот я решила все это собрать, доделать и, соответственно, частично у меня освободились полки и, соответственно, этих баночек слегка чуть больше, чем нужно получилось. Это насчет того, что если кто-то будет говорить, что о, зачем тебе столько гелей, да. В общем, что же, начну, наверное, я начну от того, что первое под руку попалось. Это не хочу никого обидеть, просто люди, если вы на будущее будете вдруг мне в поменяшках, в сюрпризах или просто в дар дарить что-то для тех, кому за, без разницы сколько, за 25, за 30, за 35 или и тому подобное, то лучше не стоит. Я так поняла, что у меня аллергия исключительно на один-единственный компонент, это гиалуровую кислоту, потому что я пробовала и вот этот вот кремик и тоник, который мне Аленка подарила. Кстати, этот кремик мне тоже дарила Аленка, привет тебе, если смотришь меня, и спасибо за возможность попробовать. Теперь я точно знаю, что я такое никогда не куплю, ну, не то, чтобы может быть фабилир, конечно, хорошее, что-то в этом роде, но вот именно вот все эти омолаживающие средства, которые мне, в принципе, еще рано, уж простите, а с другой стороны, ну, в общем, просто они, видимо, мне не подошли. Еще что-то у меня было с этой самой кислотой, в общем, у меня от нее очень дико аллергия, у меня дико щиплет кожу, дикое сжение и, в общем, дикий дискомфорт. В результате я его взяла с собой в деревню и по ошибке, когда залезала, не особо в освещенном помещении, в свою большую косметическую деревенскую, специальную для деревни, за кремом для ног, не рассмотрела и намазала им ноги. В общем, видимо, для ног он хорошо идет, потому что у меня какой-то был, вот то, что на лицо не идет, на ноги пошел отлично, какой-то белорусский крем был с этой самой кислотой, кстати, он должен быть в пустых баночках этого обзора, вот он хорошо шел, и вот я его в результате доюзала на ноги. Ну, с одной стороны, просто было жалко выкидывать, вроде как полный тюбик, что с ним делать, не знаешь, кому дарить, потому что уже вроде как открытый, да, вот кому там отдашь. Потом у меня все подружки, ну, точнее, все мое окружение, или просто не пользуют фаберлик, или еще не в том возрасте, чтобы пользоваться чем-то подобным восстанавливающим, тем более ночным кремом. В общем, вот такое вот. Я подозреваю, что видео будет в двух частях, больше я опять забуду, сколько я 17 минут проговорила. Есть у меня еще не совсем законченные, просто я их взяла сейчас с ванной, чтобы просто их обозрить, потому что они тоже скоро, ну, может, 2-3 раза применения, и все, чтобы потом не копились эти баночки. Это шикарная, просто уход за ногами, вечерняя ванночка для ног с ароматом натуральных эфирных масел. Белита очищает, снимает усталость, смягчает гиена. Это вот то, что я купила в Беларуси, тут 250 мл, я не помню, почем оно стоило, потому что я тогда закупилась, помню, на 750, что ли, рублей. Чек у меня где-то лежит, но я подозреваю, что он уже просто, как обычно, на ленте это все стирается, фиг уже поймешь. В общем, очень классно, если где-нибудь там вы увидите, то я вам такую вещь советую, там, Беларуси вы увидите, еще где-то, еще где-то, срок годности 24 месяца. В общем, что у нас тут, экстракты каштана, дуба, ивы, в общем, на 15-20 минут, она шикарная, она мне даже больше понравилась, чем гринмамовская, с чайным деревом и чем-то там яблочным уксусом, что ли. Вот у меня Маши, моей подружки Маши, мама ее, очень тащится от пенки для ног гринмамы с этим чайным деревом, но вот это вот мне очень понравилось, она нравится, в общем, ее юзала и я, и моя тетушка, тут еще осталось, ну, вот буквально вот столько на 2-3-4 применения. Да, кстати, у меня тут я буквально сейчас за несколько минут до видео сделала себе мелкий такой маникюр, чисто поверх ногтей, без всяких там этих лаков укрепляющих, просто совершенно забыла, мы сегодня с Женькой гуляли, и она купила лаков, я не поверьте, маленький такой флакончик, 6 миллилитров, в местном магазине, типа черный кот, я не знаю, как он сейчас называется, 29 рублей с копейками. То бишь, в Маши, эти 5,5-5 миллилитров, да, уже там где-то по скидке можно за 160-170 рублей купить, да, а тут всего лишь 29 рублей, она мне просто раскрутила на этот лакончик, и я себе купила, ну, соблазнила. В общем, именно вот такой цвет. Конец лета, точнее уже, да, первый день, это осень и сентябрь, ну, вроде как, тепло сегодня довольно было. В общем, вот такой у меня тут на одно, наверное, или два применения осталось, это и Фрашевский, новой серии, то, что место в лизернатору у нас, это гель гаммаж для душа малина и мята, 200 миллилитров. Ну, что хочу сказать, в принципе, он классный, мне у них гаммаж вообще нравится, хороший, классный, он мне понравился, моей тетушке очень понравился, она вот у меня юзается исключительно Гренмаму или Фраше, если будет стоять Эйвен, она даже не подойдет, она просто под душем помоется, но не будет юзать, если нет Гренмамы или Фраше. Остался практически, там, может, на одно даже применение, это вот у меня шампунь, который я привезла тоже из Белоруссии, шампунь-ромашка для всех типов волос. Экстрат ромашки, Алантаин, 250 миллилитров. Классный, вот я как-то иногда снимала видео, и была я вот такой пышной шевелюрой, ну, конечно, там мои злопыхатели, скажут, что нифига подобного не было, но, в общем, было мне несколько раз, даже когда я не снимала видео, просто когда я им чисто мыла голову, без всяких бальзамов или масок, волосы очень пышные были. И мне кажется, вот его лучше пользоваться без всяких бальзамов или масок, но если, конечно, нужно подлечить волосы, то можно с чем-то его совмещать. В общем, он мне очень понравился, он шикарный такой, он классный, он хорошо промывает волосы, они не путаются. В общем, если где-то увидите, то я вам его советую. Если я сама где-то увижу, если вдруг у нас будут Белиту продавать, потому что у нас не все Белиты продают в угличе, то я тоже, конечно же, куплю себе. Ну, и, естественно, он мне дорогой. Так, вообще, у меня вот это в этот раз, вот в этой фрошерской сумочке, 20 лет России, 5 лет назад было, я не помню, обозревала, вроде я его еще тогда не успела заделать, не обозревала. У него вообще срок годности закончился уже практически, но так-то он еще, может, месяц можно его попользовать, потому что я вот сейчас выздавливала остатки, он еще вполне себе нормальный, но для меня он вообще ни о чем. Это у нас Гринмама, крем для ногтей, укрепляющий морские минералы и хитозан. Это из серии Морской сад, который у них, кажется, уже снова снимается, то появляется, то снимается, тут 20 мл, после вскрытия 8 месяцев хранится, я его покупала по скидке 99 рублей, сейчас он так стоил где-то 200, но это уже после кучи подорожания он. У нас якобы для ломких ногтей неровных или мягких ногтей, в общем, укрепляющий крем для ногтей и для кутикулы. Я не знаю, что, конечно, он укрепляет, я его второй раз брала, второй просто раз по скидке, думаю, ну, снимаю, думаю, на, попробовать, может, я дать ему второй шанс. В общем, ни о чем. Белый такой кремик, я им даже руки мазала, но он плотненький такой по консистенции, вот здесь еще что-то выдавливается. Я очень надеюсь, что это все-таки видно. Я снова настроила свой штативчик, в общем, сюда положу, наконец-то у меня закончился, ну, может, там на раз осталось, там чуть-чуть я выдавливала совсем, хоть он вот такой, как будто полный этот флакончик. Это у нас лосьон для тела, был парфюмированный лосьон для тела от Эйвен, от парфюма туалетки вот этой Love. В общем, он очень классный, он мне по запаху нравился, я ему ноги мазала вместо крема для ног, руки мазала вместо крема для рук, тушку тоже мазала после душа, 150 мл. Мне не все парфюмированные лосьоны нравятся у Эйвен, и не все в Эйфраше, но вот он классненький такой, он мне понравился, и если, в принципе, он вот там по скидке, чтобы до веса куда идти, то я, может быть, себе его возьму. Хотя вот тут уже один каталог Эйвен пропустила, и, наверное, следующий тоже буду пропускать, ну, во-первых, нет клиентов, во-вторых, мне ничего не надо. Во-третьих, у меня настолько полки заполнены всякой терпухой, что уже просто сверху. Так, достаем мы. Буквально сегодня закончился, вообще его пользовалась новая тетушка, это гель для душа и ванной русского производства, подозреваю, во Франции его нет. Малина и мята. В общем, как для пены, для ванны, он плохо очень пенится, я три колпачка выливала, обычно призерный тур французский, если выливаешь три колпачка, то уже пены дофига, и за два-то уже нормально было. Тут 200 мл у нас, ну, соответственно, сделан в России, он мне не понравился. Мне, знаете, когда намыливаешь себя, ну, вроде как он дает какую-то пену, он мне кажется жидковатым, хотя у меня тут уже вот чисто вода там осталась какая-то, ну, может, нет, это еще какой-то кусочек геля. Он мне кажется жидким, он как-то не очень, ну, не то чтобы не очень пенится, он мне, мне даже он кажется хуже, чем некоторые вот эти Эйвеновские сенсосы или что-то в этом роде. Ну, и, в общем, мне, когда я мылась сегодня, у меня было ощущение, что я как-то не очень помылась. Такое ощущение, будто то ли он не очень моет тело, то ли еще что-то, ну, моя тетушка не в курсе, видимо, была, или просто ей пофигу, в России он сделан или во Франции, она его и пользовала так. Пахнет он, конечно, вкусненько, мято-молидно, но, в общем, полное разочарование. Нет, такие точно себе, вот именно себе я покупать не буду, хотя у меня пришла бумажка с рекламкой, там что-то три геля вот таких на выбор по 335, все втроем наборчиком. Но если я буду в Ярике вдруг в сентябре, то вряд ли я такое сейчас здесь я буду брать, потому что в двух случаях просто мыло мыться. К тому же гелия у меня дофига. Так, у меня закончилось. Ну, тут, правда, ну, в воде, сколько было, я качала, потому что у меня хотелось, с пеной-то вся ушла. Это французское уже масло для тела, бурбонское ваниль, 200 мл, действительно масло для тела. Ну, конечно, оно не выглядит, как конкретное масло, но вот если соприкасно ссается с водой, то вот вы видите, оно такое беленькое, очень вкусно пахнет. Я его доделала с удовольствием. В общем, оно хорошо и пенится их, ну, не то чтобы вот именно как гель, оно, конечно, не гель, а именно как масло, оно хорошо пенится, оно хорошо моет кожу, чувствуешь, по крайней мере, себя чистым, а никак непонятно с чем. И оно, в общем, хоть оно и стоит, как тот гель, точнее, как полноценный, в общем, 200, по-моему, 249 рублей оно стоило. Но только потому, что оно французское, то, что оно сделано нормальной во Франции, лучше переплатить за продукт, сделанный во Франции, чем переплатить за продукт, сделанный в России под гидой Франции, да, под маркой Франции. В общем, классные, я советую вам вообще вот эти все масла гели, точнее масла для душа вот этой серии новой, очень классные, я вам их советую. Так, у меня тут закончилось, Аленка мне дарила, это серия по уходу за лицом, тонизирующая гель-пенка для умывания, для всех типов кожи, с экстрактами цветов липы. Честно сказать, пенка ни о чем, я не знаю, если она, конечно, умывает, там, для всех типов кожи, вот, что умылся, что не умылся, ни холодно, ни жарко, я пыталась ей смывать эти блески, там, бальзамы какие-то, в смысле, вот, что-то там, свои помады, но никак. Так, легче уж тогда это, каким-нибудь мылом смыть. В общем, не то, чтобы она мне не понравилась, но я бы такую себе не купила, это пустая тратогеня. Хотя, спасибо за возможность попробовать ее. Так, у меня закончился тоник от Насти, кажется, 100 рецептов красоты и тоник освежающий увлажнение с соком алоэ, очищает и тонизирует, возвращает сияние кожи розовая вода, чайный гриб, сок алоэ, да, точно от Насти зарезка, из которой она грядет еще одна поменяшка. Раскрываю маленький секрет, очень классная водичка, тоник, в смысле, а даже, ну, вот, конечно, печейного гриба нет, но можно попробовать самой что-то такое подобное сделать, там, ну, розовая вода, вообще, этот гидролатроз, он хорошо очень очищает, она не раздражает, ей можно глаза притереть, в общем, очень классная. Я вам такую советую, особенно, если у вас чувствительные глаза, там, чувствительная кожа, вообще, шикарная вещь, без понятия, сколько она стоит. Ну, если что, если вдруг меня приспичит, то, возможно, в магазине, если увижу, то куплю. Так, у меня закончился AVEN Natural для тела, бодрящий зеленый чай и вербиногель для душа, освежающий с витаминами, это второй перец, уже флакончик у меня. В общем, я уже говорила, что мне именно вот эти гели серии AVEN мне очень нравятся, они хорошо, именно для меня они хорошо пенятся. Аромат там у него такой, ну, зеленый аромат, короче говоря, зеленый чай и вербина, в общем, он мне такой нравится, не сексовый аромат. И если вы такой же фанат, как я вот такой серии гели для душа, то я вам его советую, он очень классный. Так, ну и да, если он будет по скидке, или я там снова буду заниматься, но не то, чтобы я не бросаю сейчас полностью, просто мне пока ничего не нужно. Если я буду что-то заказывать в AVEN, и он будет по скидке, то, конечно, я его куплю. У меня закончился мой позапрошлый приезд в деревню, я его брала с собой, как раз была какая-то дикая жара, я на себя его прыскала, в основном, как освежитель тела, да, там это или что-то, кожи, увлажнитель. Это у нас, ну, я его так пользовала, чтобы не сильно жарко казалось. Близиль Натур, лимонтированная коллекция, освежающий парфюмированный спрей для тела, лимон и базилик 100 мл. Вот летом я его могу пользоваться, он пахнет лимоном, зимой он для меня горчит жутко, и чисто такой базилик. Вот только для лета. В общем, очень классный. Тут буквально, может, на один пшик осталось. Он мне чисто вот на лето, он очень, ой, вообще. Ну, если вы фанат цитрусов, то я вам советую, если вдруг еще он есть, вы фраше. Так, наконец-то у меня закончился практически, больше чем на полтора года хватило, он уже весь стерся, тут видно. Там тоже все стерлось, это у нас был бальзам для губ, вишневый. Вот тут совсем чуть-чуть, он уже, ну, не машется. Я могу, конечно, свой сделать. Тут уже остатки реально былой роскоши. Это ифрашевский. Он мягко накладывался на губы, надровалка, соответственно, на цвет, увлажнял, очень вкусно пахнет. Правда, для меня он пахнет клюквой. Клюквой в сахаре, клюквой в пудре вот этой сахарной. Это вишневый бальзам для губ от Ифраше. В общем, у меня у них не очень бальзамы для губ, но вот эти вот, они классные. Вот у меня лежит еще один какой-то из лимитки, по-другому они там выдвигаются. Он для меня очень крепко, такой твердый, крепко намазываться. Я не знаю, рисовать им что ли, или кому сбагрить. Ну, в общем, я не знаю, что с ним делать, соответственно, он у меня лежит, тут же такого же цвета, там малиной шоколадка. Так, вот эту маску мне дарила Аленка. Это понтин у нас. Вообще, это восстановление за 2 минуты, повреждение за 2 месяца. Кажется, для окрашенных волос, да, для окрашенных волос, интенсивное восстановление повреждений для окрашенных волос. Ну, у меня давно уже волосы не окрашены, конечно, в принципе, как сама маска, она хорошая. И, ну, она так открывалась, а сейчас я ее все-таки... В общем, открывать мне ее нормально не получалось, я ее просто вот так доставала, тут что-то еще осталось буквально. Вкусно так пахнет, такими классическими масками дорогими, ну, вот именно понтиновскими, что-то такое. Ну, хорошая, у нее волосы не утяжеляло. Ну, чисто вот попользовать, очень ничего. Я думаю, вот именно она, конечно, лучше бы была, если бы там у тех, у кого волосы все-таки действительно масками и красками уделанные. Интересная такая баночка, в общем, интересная масочка. Спасибо за возможность попробовать, Аленке. Тут у меня все-таки осталось еще, не вылилось. Это тоже Эйвен Сенсос, увлажняющий, роман, гель для душа, романтичный райский сад, экзотические фрукты и пион. В общем, стопроцентные экстракты натурального происхождения. 500 миллилитров, я его использовала как жидкое мыло. Я его использовала как пену для ванн. Я пару раз использовала его как гель для душа непосредственно. Он тут еще остался, я думаю, если мне сегодня предстоит ванна с пеной, то, наверное, я его делаю вот это вот. Потому что, когда я выливала, мне казалось, что там все вылилось. Оно, видать, накопилось. Чисто по запаху он классный. Но я не люблю гели Эйвен Сенсос серии. Вот лет 10 назад они мне еще нравились как-то, а сейчас они настолько гелевые, что я не знаю, вот настолько густые, что сколько нужно вылить на губку, чтобы она как-то поняла, что это гель для душа, и что из него можно сделать пену. Он, конечно, пенится, если его удалить до хрена. Но это тогда будет неэкономично. Так. Вот тот самый крем для ног, освежающий для снятия усталости. С этой самой фигней, на которую у меня лицо, конечно, проговорило много-много. И когда я думала, надо бы посмотреть, сколько уже прошло времени, оказалось, что время закончилось. Пока у меня с одной флешки скидывается на комп, я буду писать на другую. В общем, тот самый крем. Я думаю, вы простите меня, что я как раз на нем прорываюсь, но на нем заканчиваю, да, начинаю. Тот самый крем, в котором есть гелуровая кислота, который очень отлично влиял на мои ноги. Нам очень понравился с моей тетушкой по юзабельности. Он очень классный, он похож по действию, как вот пролонгированного действия крем для ног. Не помню для каких ног, кажется, освежающий или что-то охлаждающий. От Фаберлик этот белый флакончик такой с лотосом, которому я еще оду в видеозаписи посвятила. И он похож еще по действию на гринмамовский крем для тяжелых ног, кажется, уставших или что-то такое. Там флакончик такой есть по 170 миллилитров, он с конским каштаном. Ну и, в общем, тоже очень хорошо, там мята тоже есть. В общем, все такое классное, он очень хорошо влияет на кожу ног. Тут эфирное масло мята и ментол, потом вот эта самая кислота, масло соя и льна, экстракты алоэ-двира, имбиря, плюща, конского каштана, горциний, и грецы, без понятия кто это, и коры дуба. 100 грамм сделано, соответственно, Беларуси, тоже его покупала Беларусь, и фирма это у нас Билл Гейтс, и сделано у Парановича, где я год назад жила, вот когда у нас была экскурсия. В общем, крем для ног, освежающий для снятия усталости 100%, сертифицированное органическое масло 0%, процентов минерального масла, глицерина, силиконов, парабенов и искусственных ароматизаторов. Вильделано, ну я не знаю вообще как, на каком тут языке это все написано, но, наверное, Дима, который везде суется, и которого у меня, как поняла, даже в камендах, он, видать, кого-то заколебал, его поставили в спам, потому что я как-то проверяла каменда, смотрю, там у меня Дима почему-то в спаме висит. Тут самый Дима, я без понятия, какая у него фамилия, я ее даже не читала. Пусть его возьмет бугурт, короче говоря, он очень классно влияет на ноги, на моей, на коже ног. В ванночке, конечно, дело не часто, я помню, что у меня был запрос на ванночке, я периодически его пытаюсь сделать, но как-то все руки не доходят, и, конечно, дело одно, потому что у меня все это все записано, все эти запросы. В общем, кожа ног у меня была в свое время, и можно было кого-нибудь порезать, именно эти ступни, вот этих пяточек. Сейчас она, конечно, не настолько идеальна, но, по крайней мере, уже ничто ими не порежешь, и она, можно сказать, ближе к мягкой. Очень классный крем. Я помню, что он стоил не очень дорого, в общем, если я его где-нибудь увижу, то я, конечно, обязательно куплю, и, соответственно, я вам его очень советую тоже, если где-нибудь увидите. Ну, в общем, дешево и сердито, и очень классный эффект. И, соответственно, я этому выдавливалась до последнего. Так, это у нас гильда душа. Лилия, голубая лилия, 100 миллилитров по 100 рублей. Был он по скидке, не знаю, сколько стоил вообще в реале. Это в Ревгоше я тогда покупала, как-то соленкой пахнет он, как духи, которые уже сняты, вы фроши давно-давно сняты. Минг-шоу, которые очень нравились моей подружке Женьке. Такой на зиму, мне кажется, на холодное время года, он какой-то немножко термоядерный удушающий, на лето, примерно такой же, но это чисто мое мнение. А там, в принципе, хороший гелик такой был. Ой, блин, на меня что-то еще копно. Там он такой беленький. Флакончик, правда, такой интересный, специфический. Вот здесь вот такая выемка, и когда я мылась им, всегда казалось, что там еще много-много-много, а там он просто вот здесь вот чуть-чуть оставался. В общем, прикольно, хороший гелик. Ну, у меня этой фирмы еще были масляные шарики для ванны, они мне нравились, так что, если я вдруг чего, то буду покупать. Ну, и вам, соответственно, советую, если вы будете в Ревгоше или еще где его продают. Так, это у нас, уж хотелось, думала, что у меня уже такой был. У меня просто второе масло. Масло для душа, миндали, флёр д'оранч, 200 мл и фрошей, сделанного во Франции. Ну, тоже у меня там осталось вода и пена, и пена превратилась в результате в воду. Ну, и что я могу сказать? Мои восторги только. Никаких претензий и цена, и лучше купить за 249 рублей такой флакончик, как я уже говорила, чем подделку, сделанную в России под видом и фрошей. В общем, классный. И по запаху классный, и по эффекту вымывания вашей кожи. Если вы любите масла для душа, то, в общем, именно и фрошевские вот такие я вам советую. Классная вещь. Так, ещё у нас одна тут. Это у нас Avon Senses, витаминная коллекция, восхитительный сад, малина, яблоко и чёрная смородина, увлажняющий гель для душа с витаминным комплексом. Тут совсем чуть-чуть, может, осталось, это уже, наверное, какая-то полуводичка, 250 мл. Я им один раз пользовалась, как именно гелем для душа, по местному, по назначению, да, и, соответственно, ну, всё так же, ничего не изменилось, та же самая супер густая консистенция, которая для меня слишком неэкономичная, потому что раньше вот эти жорданы, которые были когда-то сделаны ещё во Франции, когда ещё делали во Франции, привозили в Россию именно сделанные во Франции, там можно было вот тот гель для душа, лотос, который нравится мне, ну, в общем, всем нравится, кого я знаю, и роднее друзьям. Можно было одни радиотели, ютуб-зрители. В седьмой раз уже переписываю видео кусок, потому что то флешка, в общем, флешка, по ходу дела, всё-таки, не помню, как эта фирма, но это ужасная тупая фирма, кажется, всё-таки Силикон, если вы будете покупать флешки, я вам не советую эту фирму, потому что у меня одна флешка прожила на 16 гигов два года всего лишь, и реально рассыпалась на запчасти, а другая вот сама по себе вместо 16 гигов даёт мне 5,9, 5,9, думаю, корзина чистая, оказывается, она сама по себе каким-то загадочным образом разбила мне диск, внутри сейчас пришлось даже мелкий, точнее, ноутбук, точнее, нетбук включать. Короче, я остановилась на том, что гели для душа Жордан Рюмонт, французские, которые именно из Франции, когда их поставляли в Россию, и французские, допустим, лотос, можно было одну капельку капнуть на губочку, и пены хватит, и помыться, и нормально, и хватало мне этого гелика 200 мл где-то месяца на 4. Такого гелика нужно вот столько, чтобы как-то можно было как-то напениться, хотя мне там кто-то писал в комментах, чем меньше пена, тем более щадящий режим. Вы вообще читали состав Эйвоновских гелей? Если вы не читали, почитайте. Там одна химия, сплошная кого? Там может что-то где-то в конце есть какое-нибудь, что-то натуральное, но я тут вообще ничего не вижу, никаких вот этих с витаминным комплексом или малины, яблоко, или еще что-то. Ну, короче, не суть, но суть такая, что один раз я его опользовала как гель-ля-душа, а потом я уже его заюзала как жидкое мыло. Ну, запах, конечно, прикольный. Мне кажется, у Аленки был в обзоре как-то этот гель-ля-душа, и чисто я из-за ее обзора по запаху и решила его взять. Ну, в общем, только запах. Что у нас тут еще закончилось? У нас тут еще закончилась еще одна моя покупка из Беларуси. Это аромобальзам против выпадения волос, смываемый на одну минуту. Три эфирных масла, да, три эфирных масла, укрепляет луковицы волос, девять трав, депантенол, так, оздоравливает кожу головы, тоже белита. В общем, тут 13 компонентов как раз получается. Да, 13 активных компонентов. Очень классный бальзам, хороший такой. Ну, в общем, он мне очень понравился. Если я вдруг увижу, то, конечно, я его куплю. И если вы его где-то увидите, то тоже себе приобретите. Тут 200 мл, его где-то на месяц хвостиком хватает, даже если каждый день его на волосы наносить, если у вас волосы, допустим, жирные, или не хейтеров Лёли, потому что я уже не знаю, в какой раз пытаюсь записать этот чертов обзор на эту долбанную флешку. Все производители силикона, чтоб вы, не знаю, в общем, гореть вам воду, как говорится, да. И прихожу я, мне, конечно, кто-нибудь там пишет, мы тут ждали такой прелести, бла-бла-бла, ты тут пышешь ненавистью. Люди, вы не знаете, как я пышу ненавистью. В общем, остались у меня две бутылочки буквально. Это вот Avon Hello Kitty детский гель для душа 200 мл. Такой прикольный. Единственный минус у него вот эта хрень. В общем, у меня она не открывалась. Я ее тупо вот так откручивала. Отставала, пахнет вкусненькими конфетками. Там, возможно, что-то еще даже осталось. Он такой классненький гелик. Вот почему-то Avon для детей делает очень классные гели. А для взрослых не очень. В общем, классный гель. Я его тогда очень хотела попробовать. Я его купила. Тут 200 мл. Он действительно классный, хорошо пенится. Такой прозрачный, на удивление, был. Ну и, в общем, очень классный, хороший гелик. И для детей, я думаю, и взрослых. Ну и у меня закончилась эта вот последняя как раз баночка от Aoda Страстной Любви и фрашевская снятость. Тут буквально, ну, может, совсем-совсем капелечка осталась. Она пахла этой такой ванилькой сладенькой. Вот остатки былой роскоши. Я как раз и выкопала сюда. Буду до конца дня. Осталось совсем чуть-чуть до конца дня опахнуть ванилькой. Кстати, уже отдает немножко первые нотки идут спирта, а потом уже вот та самая ваниль. Вот такая крышечка и вот такая баночка, пузыречка. Очень мне нравился. Я тогда, помню, с Аленкой поделилась половинка этих духов. Жалко, что, конечно, и фраши их сняли. Но вообще очень многие вещи во всяких разных фирмах, даже в каких-то не очень средняковых таких фирмах, где есть что-то такое путное, остальное гэ. И вот это путное снимает, выставляет одно гэ. Не знаю почему, но вещи очень хорошие, почему-то всегда снимают. Чаще всего. В общем, наконец-то, я надеюсь, все-таки без проблем, я сейчас допишу этот конец, четвертую часть своих этих пустых баночек за август, которых было очень-очень много, о чем я говорила вначале, почему их получилось очень много. Если вы это досмотрели, осилили, я очень рада. Ну, соответственно, мне будет приятно, я не зря тут два с лишним часа тратила времени вот на всю эту говорилку, зарядку аккумулятора и прочего. Кстати, лак этот вот, ну, если кому интересно, могу сделать обзор этого лака, самого по себе флакончика, он не блестит, он такой вот, ну, если его сверху чем-нибудь помать, то он, наверное, прикольнее будет. А так он какой-то матовый оказался, его, наверное, на два или три слоя наносить, потому что он какой-то практически прозрачный. Но сам по себе такой салат, если вы досмотрели до конца, то я очень рада. Пишите лайки, пишите комменты, ставьте лайки, дизлайки, свои отношения, пожалуйста, решайте.